так здравствуйте доброе утро всем коллегам аспирантам студентам слушателям всем кто пришел на лекцию очень особое спасибо значит меня зовут степанчев михаил юрьевич я ведущий научный сотрудник лаборатории функциональной биохимии нервной системы института вашей нервной деятельности и нейрофизиологии и то чем я буду рассказывать в своем своей части лекции это то что будет касаться наверное таких совсем основ чтобы особенно для не специалистов которые мало касаются этого в обыденной жизни было более понятно когда мы говорим о каких-то механизмах пластичности называем какие-то субстанции рассказываем про метилирование отстилирование днк чтобы все то в общем не очень имеет к этому отношения могли бы лучше понимать собственно о чем идет речь ну и несколько слов в самом начале нашего цикла небольшого лекций мне бы хотелось бы все-таки начать этого со списка литературы пожалуйста он будет разослан всем студентам аспирантам кто желает познакомиться я думаю что многие люди в нашем институте кто занимается молекулярной биологии они в общем-то знакомы с этими источниками что из этого я бы рекомендовал сама как вещи которые написаны очень неплохо и легко понимаются но вот это первая книжка андрей глеб чекамкина и профессора киселевой из второго меда она называется очень сложно физиологии молекулярной биологии мембран клеток первая часть этой книжки которая посвящена устройство биологических мембран работе молекулярных различных машин связанных с мембранами написано очень просто очень понятно и всем студентам очень рекомендую легко воспринимается легко использовать при подготовке к разным экзаменам но атлас по физиологии в любое издание у него два издания на сегодняшний день это просто удобная книжка с картинками и легко смотреть разные диаграммы схемы и с одной стороны приведена большая картинка с другой стороны краткий текст касающийся раздела тоже хорошо для подготовки к разным экзаменам и книжка которую я особенно люблю это огромное издание молекулярной биологии клетки в трех домах под редакции альберса там первый автор альберса под редакции джеймса ватсон она сделана значит очень удобная вещь там есть разделы касающиеся общих молекулярных вещей написано я не знаю как она исходно написано она прекрасно переведена на русский язык поэтому тоже читается очень легко и воспринимается хорошо прекрасно проиллюстрировано ну и для людей которые в общем-то более-менее по-английски читают и легко воспринимают это вот эта предпоследняя книжка краус а biochemistry of signal transduction and regulation для тех кто хочет получить представление о том как передаются сигналы внутри клеток какие существуют сигнальные молекулы сигнальные каскады и так далее написано в как как учебник и тоже читается очень легко просто потому что составлено очень грамотно именно с точки зрения того как делаются учебники в принципе книжка есть в сети и и можно скачать вот но это о как бы учебных пособиях игре ольга владимировна обещала всем разослать желающим на сайт можно выставить это и пожалуйста пользуйтесь ну и так сказать до сопределений самое простое что такое физиология помните все да это область науки которая изучает функции и механизмы в живых системах и чтобы понимать что такое живая система до сопределения жизни определение жизни существует огромное количество и в общем наверное каждый пытается для себя что-то такое понять вот это вот у меня здесь приведены два в переводе на английский язык с русского уж прошу меня простить так сказать за мой нижегородский это либо активная форма существования материи которая является высшей по сравнению с физическими химическими формами существования материи это как бы такое определение которое в общем самое общее до либо определяется как набор физических химических процессов которые происходят в клетке и позволяют осуществлять обмен веществ и деление клетки если мы смотрим на жизнь как на систему существования клеток так далее да ну а бывают определение жизни совсем неожиданные вот так шиштоф заноси в свое время дал например вот такое определение да что жизнь это болезнь передающиеся с половым путем то есть мы не очень хорошо понимаем что такое жизнь и мы в обыденном смысле понимаем в биологическом наверное не всегда и конечно вот те исследования всех всех разных молекулярных процессов которые активно начались в начале прошлого века они в первую очередь были связаны с болезнями человека потому что человек болел и нужно было понимать как его лечить и поэтому нужно было найти какие-то мишени для лечения и если мы будем рассматривать собственно то как зарождалась молекулярная биология или молекулярная физиология то наверное стоит упомянуть работы первых двух десятилетий когда стали понятны причин очень многих инфекционных заболеваний но собственно у меня здесь приведены вот три примера таких да это собственно токсины бактериальные которые были открыты в начале прошлого века но это батулотоксин холерный токсин дифтерийный токсин и собственно механизмы того как они работают стали ясны только к концу двадцатого века по большому счету ну вы наверное уже знаете да что батулотоксин это токсин проникающий в нервные клетки захватывающийся через рецептор на мембране интернализующийся и разрушающий комплекс снаб-25 который собственно отвечает за причаливание за за связывание синаптической визикулы и при синаптической мембраны разрушая этот комплекс он блокирует выброс медиатора соответственно при это приводит к параличу мышц и когда это было открыто стало понятно как действует этот токсин почему настолько опасен да и собственно это открыло с другой стороны возможности понимания как его можно использовать в медицинских целях и его используют и для лечения и для уколов красоты так что все пожалуйста все можно превратить до в итоге в лекарство то же самое относится к холерному токсину для которого стало понятно что он связывается с ганглиозидом это такой полисахарид на осахаренный жир на поверхности клеточной мембраны с помощью которого он попадает внутрь клетки затем блокирует связь гуаназин-трифосфата с же белком и из-за этого собственно нарушает синтез взаимодействие с системе же белков по это приводит к накоплению в клетках циклического 1 зимона фосфата соответственно нарушению электролитного баланса и диареи как последствию но это все стало понятно позднее но то же самое примерно и с дифтерийным токсином да только другие клетки и дифтерийный токсин в отличие от этих двух блокирует синтез белка в клетках проникая внутрь этих клеток а вот как бы открытие самих токсинов бактериальных случилось в начале века стало понятно как они работают только уже ближе к концу ну третье или какое в третье будет десятилетие да появились представления о том как устроена клеточная плазматическая мембрана впервые была предложена модель дафсона даниэли которые объяснили сумели придумать метод с помощью которого они удаляли содержимое эритроцитов и увидели впервые в микроскоп что мембрана эритроцита представляет собой двойную такую пленку мы сегодня об этом более подробно поговорим чуть позже опять же в это время становится понятно что помимо болезни бактериального происхождения есть очень много заболеваний которые связаны с нарушением доставки в организм важных микроэлементов различных да но в первую очередь витаминов и вот тут перечислены на слайде целый ряд заболеваний которые связаны с дефицитами витаминов тех или иных и это в общем то тоже понимание того как небольшие соединения по размеру могут влиять на нашу жизнедеятельность ну и наконец сороковые 50-е годы это пожалуй такой расцвет экспериментальной биологии когда становится понятно во первых что окончательно становится ясно да вот о чем Павел Милославович в прошлый раз рассказывал что ДНК переносится можно перенести из клетки в клетку и таким образом мы можем перенести какую-то информацию связанную с различными биологическими процессами это конечно в первую очередь касалось бактерий и на бактериях впервые такое было возможно когда их обрабатывали препаратами ДНК и видели что это ДНК попадает в клетки и меняет свойства бактерий но с точки зрения процесса того как мы смотрим на развитие биомедицинского направления конечно работы Лайнуса Порринга который дважды нобелевского лауреата один раз за химию а второй раз за борьбу за мир который в 1949 году опубликовал впервые в Сайенсе работу где было показано что серповидно-клеточная анемия заболевание очень серьезное связано с точечной мутацией с точечной заменой в гемоглобине одной аминокислоты и вот с этих пор мы можем в принципе наверное говорить о том что мы получили еще одну отрасль науки которую можно назвать молекулярной медициной когда стало понятно что реально от одной точечной мутации может происходить какое-то то или иное заболевание это на мой взгляд очень важным было открытием и конечно 50-е годы это безусловно установление структуры ДНК в 1953 году впервые была опубликована работа Отсоном Криком Вилкинсом в которой они показали что ДНК представляет собой двуцепочечную спиральную молекулу ну и собственно вот эти первые три джентльмена получили за это Нобелевскую премию к сожалению Розалинт Франклин которая собственно благодаря которой собственно и ее работе с рентген структурным анализом и были получены первые фотографии этой спиральной молекулы и стала возможна идентификация того что она из себя представляет собственно она к этому моменту скончалась поэтому на мой взгляд только поэтому она не была награждена Нобелевской премией ну и если мы будем с вами говорить о таком более современном этапе уже ближе к нам чтобы может быть это было нам более понятным это конечно мы уже на моей памяти хотя я себя не очень старым еще считаю вот впервые появилось такое понятие как генная терапия да то есть мы уже понимаем что гены кодируют различные белки белки определяют протекание процессов клетки метаболических во многом и накопление информации о том как происходит вот этот процесс трансформации от генома к метаболизму а также разработка теоретических и практических подходов к тому чтобы гены целенаправленно можно было доставлять в клетку и таким образом изменять функцию генома они привели к тому что в 90-м году была впервые предпринята попытка генной терапии успешной генной терапии которая была использована для лечения девочки маленькой четырехлетней страдающей тяжелым таким синдромом это синдром врожденного иммунодефицита и для лечения были использованы т-лимфоциты которые экс-виво их забирали экс-виво их модифицировали вносили туда нужный ген с помощью вирусного вектора и обратно вливали девочки но мало того что это лечение не вызывало существенных негативных эффектов за несколько лет за три года ей было сделано более 20 инъекций с разными интервалами ее собственных аутологичных лимфоцитов модифицированных и не только она смогла вернуться к более-менее нормальной жизни но она практически перестала подхватывать различные инфекционные заболевания и смогла действительно начать более или менее полноценную жизнь надо сказать что весь этот период 70-х 90-х годов это период когда активно шло накопление различных сведений знаний о межклеточной коммуникации о молекулах принимающих в нее участие открытие пептидной сигнализации открытие газовой сигнализации межклеточной я имею ввиду прежде всего да открытие инкефалинов это тоже было большим звеном большим шагом которые продвинули наши представления о том собственно как функционирует организм в целом ну и мозг о чем мы будем наверное отдельно с вами говорить в ходе лекций вот ну и наконец что касается наших уже совсем последних лет ну я не буду говорить о таких мелочах как например то что помните такой был принцип дейла да если кому-то читали классическую физиологию в университетах наверное упоминали да один нейрон один медиатор потом его мне читали так например это было в начале во второй половине восьмидесятых годов значит соответственно в девяностые когда уже мы пытались читать какие-то лекции будучи занимаясь со студентами мы уже говорили что один нейрон один классический нейромедиатор на сегодня становится понятным что в общем то на самом деле если даже когда-то сэр генри дейл формулировал этот принцип хотя говорят что это легенда то ясно что даже классических медиаторов в клетке может вырабатываться более одного клетка может менять свою медиаторную специфичность нейрон может менять свою медиаторную специфичность в процессе антогенеза закладываться как один нейрон функционирует позднее на более поздних стадиях антогенеза как совершенно другой фенотипический нейрон ну и последние открытия которым а да ну вот наверное надо упомянуть вот это да значит что в 2001 году был завершен проект геном человека и вышло параллельно две статьи одна в сайнс одна в нынче соответственно в одной статье были изложены данные частной компании которая занималась секвенированием генома в другой статье были изложены данные полученные в системе институтов NIH и даже там люди из частной компании сейчас говорят что вот нашу статью специально задержали для того чтобы там на сколько-то месяцев для того чтобы вот вышли две статьи параллельно но суть не в этом суть в том что было установлен был прочитан геном человека было установлено сколько нуклеотидов он в себя включает было установлено значит вот то что здесь написано это разное число генов по разным базам данных идентифицированных кодирующих белок генов то есть аннотированных генов содержит человеческий геном вот ну и наверное да вот последнее о чем я хотел в этом таком историческом экскурсии упомянуть это Нобелевская премия прошлого года Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпинтье получили ее за метод разработку метода и теоретическую соответственно базу редактирования генома смотрите сколько мало лет прошло до момента когда эта технология была реально признана в 2013 году появилась первая статья излагающие материалы касающиеся редактирования генома и в 2020 присуждена Нобелевская премия и уже идут клинические испытания методов редактирования генома для лечения конкретных моногенных заболеваний человека то есть очень ускорилось развитие науки и даже такие сложные вещи в общем-то происходят очень быстро ну и вернемся теперь снова к нашим так сказать молекулярно-физиологическим вещам да понятно что дальше рассуждая о каких-то процессах мы с вами будем говорить о том что они происходят в организме под организмом мы будем понимать любое живое существо под клеткой в самом простом определении мы будем понимать что это минимальная единица живого самая маленькая для которой характер характерны несколько процессов во-первых клетка обладает энергетическим метаболизмом клетка обладает способностью к росту для чего она использует различные макромолекулы или биологические полимеры о которых мы будем с вами говорить для клетки характерно состояние гомеостаза то есть она поддерживает постоянство относительное постоянство внутренней среды и важнейших констант типа ph например да для клетки характерна раздражимость то есть способность реагировать на стимулы под irritability я не знаю я просто другого так сказать английского варианта не подобрал доступного но и вроде как в литературе я видел что он тоже употребляется да то есть это не раздражимость в смысле нервной раздражимости нашей с вами да а это раздражимость именно в форме ответа на стимул и наконец клетка способна к воспроизведению да то есть клетка может воспроизводить себе подобную и использовать для этого тот генный материал который в клетке есть на современном этапе эволюции мы можем с вами иметь дело с прокариотами и эукариотами они и прокариоты и эукариоты имеют несколько сходных характеристик и там и там в качестве генетического материала используется ДНК и те и другие типы клеток окружены плазматической мембраной в этом они похожи и в прокариотах и в эукариотах сходные базовые механизмы энергетического метаболизма это то что характерно для всех в одних есть ядро в других нет ядра да да простите значит прокариоты это клетки доядерные эукариоты это клетки по-настоящему ядерные те у которых генетический материал окружен специально ядерной мембраной имеет собственную оболочку и защищен от цитозоля в прокариотах он находится в свободном состоянии доступен для работы с ним для любых молекул ну и начнем мы вот с биологической мембраны как важнейшие структурные единицы любой клетки значит это очень тонкие пленки они они формируются липидами и белками значит мембрана представляет собой бесконечную поверхность она не имеет краев и замыкается сама на себя либо соединяется с другой мембраной то есть это как круг линия без конца и края значит с точки зрения клетки важно что она ограничивает цитоплазму и обеспечивает ее взаимодействие то есть взаимодействие внутреннего содержимого клетки с окружающей средой значит мембранные структуры неоднородные биологические мембранные структуры неоднородные они гетерогенные они находятся в состоянии постоянного движения то есть они обладают текучестью и мембрана чуть позднее об этом и очень важным свойством биологической мембраны является то что по своей структуре она асимметрична я прокомментирую это понятие попозже немножко это не значит что она в первую очередь это относится к ее составу то есть состав внешней и внутренней поверхности листков образующих мембрану он очень сильно отличается и это обусловлено теми функциями которые они выполняют в клетке ну основные функции да понятно я думаю что те кто биологию учил все помнят это да для нас в принципе они все важны потому что мембрана нервной клетки она в общем то как и мембрана любой клетки устроена и важно что единственно что важно что для нее характерно и характерно для мышечных и железистых клеток то что они могут генерировать мембраны эти и проводить биологические потенциалы о чем мы тоже будем с вами говорить ну вот теперь вернувшись к тому как была установлена структура мембран да это вот ой 1925 год горт и грендель которые сумели выдуть содержимое из эритроцита и увидели в микроскоп собственно вот такую вот двойную штучку пленочку окружающую клетку да вот два слоя этой мембраны если мы с вами посмотрим на электронную микрофотографию современную нервно-мышечного контакта вот мы тоже видим здесь вот вот эта поверхность эта поверхность которая характерна для мембраны нервного окончания соединяющегося с мышечной клеткой вот она здесь с верхней стороны тут на этом снимке вот это вот все это уже относится к мышечной клетке все вот эти вот вогнутые части образующие вот эту мембранную неровность такую вот значит это присинаптическая часть вот здесь вы видите очень мелкие такие пузырьки это синаптические визикулы мы с вами будем подробно о них говорить значит самое главное что вот Гортер и Грендель они установили липидную природу и установили что мембрана первый их вывод был что липиды образуют вот такой бислой на поверхности клетки давайте вспомним что такое липиды да значит это различные молекулы которые могут молекулы образующиеся в результате взаимодействия углеводородных цепей и фосфата и различных функциональных групп вот здесь на рисунке приведены основные классы фосфолипидов и их структура составляющих мембрану клетки значит что важно из этого помнить что хвосты жирнокислотные вот они здесь изображены вот таким образом это не заряженная часть мембраны головка всегда несет заряд головка состоит как правило из трехатомного спирта который называется глицерин или глицерол в англоязычной литературе наверное по номенклатуре правильно глицерол потому что это спирт как метанол этанол бутанол пропанол и так далее мы знаем что оно так должно называться но у нас состоявшееся название глицерин и другой важной частью является остаток фосфорной кислоты вот у нас здесь и через остаток фосфорной кислоты присоединяются разные функциональные группы очень часто это азотосодержащие группы как в данном случае например серин да либо это вот такой сахар инозитол либо точнее углевод содержащий спирт либо это вот в чистом виде фосфатидная кислота где нет никакой функциональной группы этаноламин соответственно потому что этанол присоединен и здесь фосфатидил холин его как раз очень много в нервной системе и здесь присоединен холин через остаток фосфорной кислоты значит второй важной группы липидов являются сфинголипиды сфинголипиды в отличие от фосфолипидов содержат имеют другой спирт в своей основе они имеют спирт сфингозин ну здесь вот молекула сфингомиелина приведена сфингомиелин крайне в большом количестве в очень большом количестве содержится в центральной нервной системе и вообще сфинголипиды это характерная черта мозга их больше всего здесь находится используются они для совершенно разных целей начиная от состава миелинов которые они входят и заканчивая различными сигнальными каскадами в которых они принимают участие они их производные значит основными свойствами фосфолипидов является то что она вот такая амфифильная молекула то есть она имеет заряженную часть имеет не заряженную часть фосфолипиды образуют клеточную мембрану и в данном случае вот она нарисована ровно примерно так как она выглядит и наконец надо иметь в виду что продукты расщепления фосфолипидов являются сигнальными молекулами в частности диацилглицерол и фосфолипидол инозитол трифосфат являются важными элементами сигнальных каскадов внутриклеточных и регулируют содержание внутриклеточного кальция помимо этого внутренняя поверхность мембраны она обогащена фосфатидил инозитолом и фосфатидил этаноламином и наличие вот этого фосфолипида в составе внутреннего листка мембраны обращенного в цитозоль обеспечивает быстрое расщепление его с образованием фосфатидил инозитол дифосфата а фосфатидил инозитол дифосфат является молекулой которой присоединяются активно белки для того чтобы создать прилежащую плотность прилежащую с внутренней стороны мембраны и благодаря тому как они прикрепляются к внутренней стороне мембраны они могут правильно передавать сигнал со внешней поверхности клетки внутрь клетки то есть участвовать в различных сигнальных процессах процессах трансдукции сигнала перевода сигнала снаружи внутрь клетки почему это важно потому что внутри клетки нет того первоначального бульона о котором мы очень часто думаем когда говорим ну вот цитоплазма вот в ней как-то плавают органеллы ничего вот такого в плане плавают свободно внутри клетки не существует внутри клетки существует достаточно четкая упорядоченность благодаря чему клетка поделена на определенные компартменты отделы клетки и благодаря этому могут правильно целенаправленно осуществляться те или иные сигнальные процессы ферменты принимающие участие в различных каскадах проведения сигнала снаружи внутрь клетки от мембраны к ядру они располагаются рядом они друг друга могут модифицировать таким образом сигнал передается да сигнал это не просто позвонил в трубу волна покатилась да и что-то там изменилось в ядре вот сигнал это изменение молекулярной структуры тех элементов которые входят в этот каскад ну я постараюсь как могу проиллюстрировать вам чуть позднее значит помимо фосфолипидов и сфинголипидов существует еще один очень важный класс липидов которые получили название стероиды стероиды это производные вот такой сложной группы которая получила название стеран стеран у нее было старое название новая ганан это несколько вот таких вот колец конденсированных да в соединении и в результате их модификации модификации структуры образуется несколько важнейших липидов стероидных липидов в состав которых входит безусловно холестерин я о нем скажу сегодня еще более подробно о его функциях и его значении поскольку его довольно сложно переоценить в организме и безусловно все стероидные гормоны мужские половые гормоны женские половые гормоны все являются производными вот этой сложной конденсированной структуры для нас с вами на сегодняшний момент на сейчас важно запомнить что важнейшим стероидом является холестерин да или холестерол опять же в англоязычной литературе именно так он называется и наверное по химической номенклатуре должен так называться это спирт жирный такой и соответственно это важнейший компонент клеточной мембраны зачем он нужен расскажу так значит теперь разбираясь собственно по отдельным компонентам из чего собственно состоят замечательные наши липиды липиды состоят из жирных кислот как важнейшего компонента к жирным кислотам относятся все олифатические кислоты начиная с масляной кислоты которая содержит 4 атома углерода в своем углеродном скелете значит жирные кислоты обладают гидрофобными свойствами то есть они не смачиваются не образуют растворов в воде и соответственно в составе липидов образуют тот самый гидрофобный головка заряженная и нейтральный незаряженный гидрофобный хвост с точки зрения биологических объектов с точки зрения биологии для нас наиболее важными являются ненасыщенные жирные кислоты к ненасыщенным жирным кислотам мы относим те жирные кислоты которые в своем составе содержат двойные связи двойных связей может быть одна может быть несколько большую часть этих ненасыщенных жирных кислот мы с вами можем синтезировать внутри себя клетки синтезируют совершенно спокойно единственное что им трудно практически не могут образовываться в организме альфа линолевая кислота и еще несколько аминокислоты которые являются эссенциальными и могут поступать в организм только с продуктами питания только с пищей к сожалению механизмов для перевода вот этих аминокислот при образованиях из других жирных кислот при образованиях из других жирных кислот не существует, и не существует у нас с вами таких ферментов. Поэтому частично мы их должны получать с пищей. Наличие ненасыщенных жирных кислот позволяет жирно-кислотным хвостам липидов быть более подвижными и в значительной степени обеспечивает текучесть и подвижность мембраны. Чем больше таких жирных кислот в составе фосфолипидов, входящих в мембрану, тем более она подвижна, тем более она текуча, тем легче могут передвигаться по ней другие структурные элементы. Еще один важный класс липидов – это триглицериды или нейтральные жиры. Это липиды, образованные в результате соединения трех жирных кислот и глицерина. Вот у нас структура глицерина. Через каждую карбоксильную группу этого спирта может присоединяться жирно-кислотный остаток. Триглицериды – это основная форма, практически транспортирующаяся по нашим жидким средам. Липиды, поскольку они несмачиваемые, они вообще с трудом транспортируются, и поэтому для этого нужна целая система транспорта, которая существует. Это, прежде всего, транспортные белки. Вы, наверное, слышали такое понятие, как липопротеиды. Различные плотности они бывают. Липопротеиды высокие, липопротеиды низкой и очень низкой плотности. Липопротеиды низкой и очень низкой плотности транспортируют холестерин. Липопротеиды высокой плотности транспортируют другие липиды, другие жирные кислоты и так далее. Соответственно, такая система транспорта существует, и в крови вы никогда не увидите в свободном виде липиды. Они всегда будут в связанной форме и всегда будут переноситься в составе липопротеидов. Принципиальной структурой, характерной для всех фосфолипидов, составляющих мембрану, является фосфатидная кислота. Вот это соединение, вы его видели на предыдущей картинке, сам глицерол или глицерин и три остатка жирных кислот, которые могут замещаться, одна из этих кислот может замещаться на остаток фосфорной кислоты, и тогда у нас образуется с вами фосфолипид. При этом два жирнокислотных хвоста остаются. Вот типичный фосфолипид. Это, собственно, молекула глицерина. Это к ней присоединен отрицательно заряженный остаток фосфорной кислоты. Здесь функциональная группа, но в данном случае это азотистое основание. И вот два таких жирнокислотных хвоста. Это основные компоненты любого фосфолипида. Они все принципиально устроены одинаково, схематически вот здесь нарисованы. Гидрофильной частью, то есть той частью, которая может растворяться в воде или взаимодействовать с молекулами воды, является вот этот хвост, который присоединен, или остаток функциональный, который присоединен через фосфат к глицерину. Это гидрофильная часть, она, видите, заряженная, поэтому, собственно, она и может взаимодействовать с молекулами воды, которые представляют из собой диполи, если вы помните, с распределенным зарядом. Вот. И жирнокислотные хвосты – это незаряженная часть, несмачиваемая водой, гидрофобная часть. Почему это для нас с вами важно? Так, нам важно это вот в связи вот с этим. Дело в том, что такая структура фосфолипида, такая молекула фосфолипида делает возможным ее самоорганизацию, когда она попадает в растворитель. Значит, если мы с вами предположим, да, что вот у нас существует такой сосуд, мы налили воды, сверху наслоили масло, значит, масло у нас не полярный растворитель, вода – это полярный растворитель, хоть и слабополярный, да. Значит, что происходит, если мы с вами фосфолипиды помещаем в неполярный растворитель? Значит, в неполярном растворителе фосфолипиды образуют вот такую мицеллу. Поскольку гидрофильная часть этой мицеллы не может взаимодействовать с жиром, не растворяется в жиру, гидрофильные головки взаимодействуют между собой слабыми эритростатическими взаимодействиями и образуют замкнутое пространство, обращенное хвостами во внешнюю среду. То есть у нас с вами образуется подобие вот такой мицеллы. Если мы просто с вами выльем фосфолипиды на поверхность раздела двух фаз, у нас образуется такая племочка монослойная. И, наконец, если мы с вами поместим раствор фосфолипидов или каплю фосфолипидов в воду, то у нас образуется обратная история. Тоже образуется мицелла, но тогда жирно-кислотные хвосты будут погружены внутрь этой мицеллы, а заряженные головки будут взаимодействовать с молекулами воды. Что это нам с вами дает? Это нам объясняет, почему же, когда у нас фосфолипиды попадают в воду, у нас не происходит их диссоциация на отдельные молекулы, а они образуют пленку. То есть фосфолипиды способны к самоорганизации. И попадая в воду, чаще всего они образуют вот такой бесслой. Бесслой – это уже прообраз нашей с вами мембраны. Внутри этого бесслоя, внутри этого двойного слоя, у нас находятся жирно-кислотные хвосты. Наружу фосфолипиды обращены заряженными головками. Здесь у нас с вами раствор водный, то есть это наши с вами жидкие среды организма. Здесь у нас с вами раствор водный – это цитозоль. И поскольку мембрана биологическая, как я говорил уже перед этим, нигде не начинается, нигде не заканчивается, замыкается сама на себя, то попадая в жидкость, она начинает образовывать вот такую визикулу. Визикулу, состоящую окруженную, окаймленную бесслоем фосфолипидной мембраны. Когда это стало понятно, это очень активно стало использоваться в науке. Это используется и сейчас, и в медицине. И последний вариант этого использования – это вакцина, которую выпускает компания Pfizer. Собственно, где РНК вируса или вирусоподобного участка, кодирующего СБЛОК, помещена внутрь вот такой мицеллы, состоящей из фосфолипидов, и получившей название липосомы. И, наверное, вы все знакомы с этим, особенно с девушками, знакомы, поскольку очень много существует различных косметических средств, содержащих липосомы. Липосома обладает способностью взаимодействовать с клеточной мембраной и свое содержимое выбрасывать внутрь клетки, поскольку липиды, взаимодействуя с липидным бесслоем, растворяются в нем, мицелла может открыться, сама липосома может открыться, и все содержимое попадает внутрь клетки. Вы имеете в виду, с точки зрения косметологии не помогает? Ну, наверное, не все так просто, когда ей нужно проникнуть через более жесткие эпителиальные барьеры. Но, тем не менее, единственная проблема в данном случае с липосомами, то, что они не направлены специфически к каким-то клеткам, хотя попытка сделать такие направленные липосомы, имеющие конкретные мишени, она тоже предпринимается. И когда люди пытаются создать лекарственные средства, но, во всяком случае, я знаю, что с опухолями такие вещи делают, в мембрану липосомы встраиваются специальные молекулы, которые позволяют таргетировать, направить липосому на конкретную клетку, конкретную мишень, чтобы она провзаимодействовала с этой конкретной клеткой и доставила лекарственный препарат, цитостатик, скорее всего, в конкретные клетки опухоли. Такие препараты разрабатываются и даже используются, насколько я знаю. Ну и, собственно, вот примерно так, как устроена липосома, представляли себе исходные исследователи устроенной клеточной мембраны. Однако оказалось это не так. И когда появилась возможность исследовать более подробно устройства, на препаратах микроскопических, стало понятно, что вокруг, собственно, вот этого липидного бесслоя тоже что-то существует. И Даниэль и Давсон предложили в 1935 году модель мембраны, которую называют сэндвич-мембраной. И они предположили, что, ну да, есть вот этот вот липидный бесслой, а с двух сторон, с каждой стороны, снаружи клетки и изнутри клетки, к этому липидному бесслою привлекает слой белков, каким-то образом фиксирующийся на ней. И, собственно, белки обладают определенными функциональными свойствами, которые они и используют, транспортируют какие-то вещества внутри клетки или что-то такое. Но выяснилось, что, в общем, это не совсем так. И, наконец, в 1972 году Сингером и Николсоном была предложена модель, которая и по сегодня является такой вот рабочей моделью, о которой все говорят. Это жидкостно-мозаичная модель структуры мембраны. Что такое жидкостно-мозаичная модель? Значит, вот мембрана – это двумерная текучая жидкость. Если липиды, мы с вами говорили, они способны двигаться друг относительно друга, способны двигаться их липидные хвосты, жирно-кислотные хвосты, и они обладают подвижностью. Кроме того, липиды могут переходить с одного листка мембраны на другой, осуществляя так называемый флип-флоп-переход. Когда липид, располагающийся на нижней, в нижнем листке вдруг становится липидом, располагающимся сверху. Иногда это является важным сигналом. Например, когда на поверхности клетки появляется много молекул фосфатидилсирина, это свидетельствует о том, что клетка начала процесс апоптоза, то есть гибели своего чистого самоубийства. И это является сигналом для того, чтобы клетки соседние могли ее утилизировать. Значит, почему мозаичная? Заслуга Сингера и Николсона была то, что они предположили, что белки, которые являются важнейшим функциональным компонентом мембраны, они не лежат рядом с бесслоем, они встроены в этот бесслой. Причем встроены по-разному. Могут быть встроены непосредственно и проникать через всю мембрану, а могут быть заякорены в мембране, либо изнутри клетки, либо снаружи клетки. И вот эта модель, оказалось, описывает практически все биофизические свойства мембраны и объясняет очень много биологических процессов, которые протекают на самой клеточной мембране. И самое важное из этого еще, то, что эти белки не являются статичными в мембране. Белки могут горизонтально перемещаться по мембране. То есть они на самом деле, как айсберги в океане, то есть медленно могут двигаться относительно того местоположения, где они находились изначально, могут быть перемещены. Если ничто их не будет прочно, заякоривать, прикреплять к другим каким-то структурным элементам. Это очень важные свойства, потому что это имеет для сигналинга важное значение, для образования клеточных контактов важное значение. И с точки зрения нейробиологии, для осуществления направленной синаптической трансмиссии. И той пластичности, о которой мы с вами всегда говорим, когда говорим о нервной системе. Иначе это не могло бы существовать. Опять же, есть такая микрофотография электронная эритроцита. Это очень удобный объект с точки зрения оказался. И вот вы видите, вот эти черные-черные многочисленные точки. Это, собственно, белки, которые встроены в плазматическую мембрану эритроцита. Это просто фотография для того, чтобы показать, что это действительно так. И модель имеет свое базовое подкрепляющее исследование или эксперимент. Белки – это второй важнейший класс биополимеров. Состоят они из основных элементов химических. Вот они четыре перечислены здесь. Могут включать небольшое количество других химических элементов. Это линейные полимеры, то есть это длинные цепочки, состоящие из аминокислот. Значит, элементарной единицей белка является аминокислота. Ну и за исключением единственной молекулы глицина, все аминокислоты являются лево-вращающими. Вот этот принцип хиральности, лево-право-вращающие соединения, он активно используется природой. И вот в нашем организме многие соединения, в том числе аминокислоты, сахара и даже липиды, некоторые обладают хиральными свойствами, то есть их лево-вращающие изомеры и право-вращающие изомеры являются зеркальными отражениями, но не идентичны друг к другу, и, соответственно, обладают разными химическими свойствами. Это важно. Значит, большинство аминокислот, с которых составлены наши с вами белки, являются лево-вращающими аминокислотами. Ну и, наконец, вот тут структурная единица наша с вами аминокислота. Значит, она имеет, почему амина? Потому что на одном конце ее находится аминогруппа. Это NH2, такая группа. Значит, с другой стороны углеродный скелет замыкается карбоксильной группой. Собственно, почему она кислота? Это, соответственно, атом кислорода, связанный двойной связью, и гидроксильная группа, которая и является кислотой. И, собственно, признаком того, что это кислота. Ну и, наконец, имеется боковая цепь, радикал, которая позволяет различать разные аминокислоты. Значит, белки состоят из 20 аминокислот. Все наше с вами разнообразие огромное. Отличающиеся своими боковыми цепями. Образуются они в результате процесса конденсации, образования пептидной связи между двумя молекулами аминокислот. Значит, вот две функциональные группы, принимающие участие во взаимодействии. Замыкается вот такая пептидная связь с образованием дипептида в данном случае. Дипептид – это пептид, структурная единица, состоящая из двух аминокислот. Ну и с освобождением молекулы воды. Значит, повторение вот этих реакций, неоднократное повторение этих реакций, приводит к формированию длинной цепочки. Цепочки бывают очень разной длины, содержат сотни аминокислот в своей длине. Ну и по своей химической природе пептидная связь является ковалентной связью, то есть прочной связью, которую просто так диссоциировать невозможно, расщепить невозможно, нужно прикладывать к этому специальные усилия. Значит, соответственно, сварить, вы не разрушите связи пептидные, вы измените конформацию белка. Для того, чтобы расщепить связь, нужно использовать специальные ферменты, которые катализируют расщепление этой связи, и мы их с вами знаем. У нас в желудке таких ферментов полно, в первую очередь пепсин, который позволяет расщеплять молекулы белков на мелкие составляющие, в идеале до аминокислот, которые легко всасываются в пищеварительном тракте. Значит, ну, это небольшая информация, да, про то, что бывают там пептиды, которые содержат небольшое количество аминокислот, тысячи аминокислот, и когда аминокислот становится много, полипептиды принимают различную трехмерную структуру, я вам сейчас проиллюстрирую на следующем слайде. Чем определяется? Тем, что аминокислоты, находящиеся в боковых цепях пептида, начинают взаимодействовать между собой. Это взаимодействия слабые, они нековалентные, в отличие от взаимодействия между аминокислотами в составе пептидной цепочки. Значит, они, как правило, это либо водородные связи слабые между атомами, между ионами водорода, это ионные связи между различными ионизированными фрагментами цепи, это вандервальсовое взаимодействие, слабые взаимодействия, которые могут происходить между незаряженными структурными элементами, и очень редко могут образовываться ковалентные связи между боковыми цепями. Вот такая классификация в свое время была предложена. Классификация, позволяющая разделять различные стадии конформационного состояния белка. В самом простом виде первичная структура белка представляет собой просто цепь аминокислот. Это может быть очень длинная цепь, она никак не упорядочена, просто вот огромная длинная цепочка, иногда 600-700 и больше аминокислот в нее может входить. Соответственно, на М-конце аминогруппа, на С-конце карбоксильная группа. Благодаря взаимодействию между боковыми радикалами, слабым взаимодействием, например, вот как здесь показано, между аминокислородом и водородом, эта цепочка может принимать форму альфа-спирали. То есть это закрученная в одну сторону спираль. Наконец, следующее, когда вот эта спиральная структура у нас образовалась, она за счет приближения отдельных участков спирали может принимать достаточно сложную изогнутую форму, конструкцию, которую мы знаем, под третичной структурой. И, наконец, они могут собираться в достаточно крупные глобулы. Эти полипептидные элементы образуют так называемую четвертичную структуру белка. Значит, что из терминологии, наверное, чтобы вы запомнили, и поскольку мы будем дальше пользоваться этими терминами активно. Значит, любая функциональная часть белковой молекулы называется доменом. Ну, так принято ее называть. Например, если это белок трансмембранный, и он проходит через бесслой липидный, часть его торчит наружу, часть опущена внутри клетки. Значит, та часть, которую внутри клетки, мы называем внутримембранный домен, наружу мы называем экстраклеточный домен, внутри мембраны расположены, называем внутримембранный домен или интрамембранный домен. Домен – это просто часть молекулы. Иногда она может обладать определенными функциональными свойствами. Например, если этот белок является ферментом, то есть биологическим катализатором, катализирует какие-то химические реакции, у такого белка, как правило, существует каталитический центр. Каталитический центр или каталитический домен функциональный, это тоже домен. Само слово домен не окрашено функционально. Каталитический центр может быть очень небольшим, иметь 3-4 аминокислоты в своем составе, но взаимодействие этого участка белка с другой биологической молекулой приводит к изменению свойств той молекулы, с которой взаимодействует этот белок. Например, расщепляется связь и образуется из одного белка два белка, два пептида или два полипептида, как происходит при взаимодействии протеазы, например, пепсина с белками, которые находятся в составе пищи. И так везде, в любых химических процессах, которые в нашем организме протекают. Со свойствами некоторых белков мы будем знакомиться более подробно. Относительно мембраны. Белки могут быть периферическими или интегральными. Если белок интегральный, он через мембрану проходит насквозь. Если белок периферический, то он присоединяется каким-то образом с помощью специальных молекул или участком своим доменом, встраивается в мембрану, но при этом не проникает сквозь мембрану. Это основные функции белков, которые им свойственны. И с точки зрения строения мембраны клеточной нам важно вот эта функция белков как транспортеров и как рецепторов, безусловно. Ну и часть мембраны, связанных белков, может функционировать как ферменты также. Это способы прикрепления разные. Я думаю, что это, наверное, не очень важно. Мы их сейчас рассмотрим более подробно. Просто такая показательная картинка. Вы можете видеть, как белки могут располагаться относительно этого бесслоя мембранного. Либо проходить его. Белки первого типа себя так ведут. Они имеют один трансмембранный домен. Белки второго типа могут иметь несколько трансмембранных доменов. То есть сама цепочка изогнута таким образом, что она несколько раз проходит через мембрану. И таких и таких белков огромное количество. И те, и другие могут обладать рецепторными свойствами. Большинство, например, рецепторов наших нейромедиаторов, они вот такие по своей структуре имеют семь трансмембранных доменов. Белки могут принимать конформацию бета-бочонка. То есть не вот такую складку или спиральку образовывать, а образовывать прямо форму бочонка. Тогда внутри такого белка находится пора. И через эту пору могут проходить различные молекулы. Ну и формы крепления неинтегральных белков. Это либо встраивание в мембрану какого-то домена. Видите, он нигде не проникает, но взаимодействует все время с мембраной клеточной. Он может взаимодействовать с какими-то элементами на поверхности мембраны. Я вам уже называл фосфоинозитолдифосфат, например. Фосфоинозитолдифосфат благодаря своим свойствам заряженным может взаимодействовать с частью белка и удерживать белок в определенном участке мембраны. Далее. И может прикрепляться за счет дополнительных каких-то структурных элементов. Но значительная часть белков, например, закрепляется на мембране с помощью ганглиозидов. Это очень характерная история для нервной системы, поскольку нервная система вообще обогащена ганглиозидами. Ну, либо за счет взаимодействия с другими какими-то белками, интегральными белками удерживаться возле мембраны. Ну, и тут, как примеры, тоже отдельные белки. Вот, например, там гликофорин – белок, который имеет один мембранный домен, трансмембранный домен в виде альфа-спирали. Да, это вот белок с условным названием БЕНТ-3. Его так выделили на электрофорезе, поэтому так назвали. Он не имеет собственного наименования. Вот он так пока в литературе и называется. Имеет много трансмембранных доменов. Форма бета-бочонка – это для разных молекул паринов. Ну, слышали, наверное, такие аквапарины. Существуют белки, которые обеспечивают поступление молекул воды внутрь клетки. Вот аквапарин устроен таким образом. Это бета-бочонок, внутри которого имеется пора, и это пора, проницаемая для молекул воды. Ну, вот тут несколько разных вариантов приведено. Прикрепление нетрансмембранных белков. Это белки, которые, например, за счет якоря гликозилфосфатидилназитола или ганглиозидного якоря. Собственно, гликозил, название, чтобы вы не пугались, происходит от глюкозил. Это значит, что к этому фосфатидилназитолу присоединена молекула глюкозы. За счет этого она становится более липкой, условно говоря, и может взаимодействовать с фосфолипидами, которые находятся на поверхности мембраны. И благодаря тому, что гликозилфосфатидилназитол присоединяется к белку, он обеспечивает такое заякоривание белка, но в данном случае снаружи мембраны. Модификация самих молекул белка, например, за счет полиметаилирования или меристелирования. Это такие жирные кислоты, которые изменяют свойства молекулы белка и меняют заряд участка белка, к которому они присоединились. И, как правило, это происходит на N-конце белка, и белок может взаимодействовать с фосфоинозитол дифосфатом и присоединяться за счет этого, удерживаться на поверхности белка. Ну или, например, вот этот вариант, когда принильные группы присоединяются. Принильная группа содержит большое число, такой большой углеродный скелет. С-конца взаимодействует, как правило, с цистеинами, с остатками цистеина в составе молекул белка и за счет этого якорица в мембране. Белки обладают подвижностью на мембране. И, собственно, мы с вами уже это упоминали. Значит, ну, когда это нужно? Например, когда у вас образуется синаптический контакт, и вам нужно обеспечить достаточное количество рецепторов на поверхности мембраны постсинаптической для того, чтобы выброс из синапса, из пресинаптического окончания выброс с медиатора обладал высокой эффективностью. Для того, чтобы это сделать быстро, нельзя использовать процессы синтеза белка, потому что синтез белка занимает определенное время. Но можно, благодаря перестройкам цитоскелета и подвижности белков на поверхности мембраны, можно собрать эти белки в нужном месте, в нужной концентрации. И вот здесь просто приведена иллюстрация того, как в свое время было это доказано с помощью гибридной клетки. Когда вот эти ученые, Фрай и Эдиди, то есть это тоже, видите, 70-й год, когда активно изучали строение мембран, взяли и сделали такую гибридную клетку из человеческой клетки и клетки мыши. При этом на человеческой клетке и на клетке мыши пометили белки, находящиеся на поверхности мембраны, с помощью светящихся антител. И сделали фьюжн такой. То есть они в искусственных условиях обеспечили слияние этой клетки. И обнаружили, что уже через 40 минут культивирования такой клетки инвитро происходит смешение белков на поверхности этой клетки. То есть и белки человека, и белки мыши перемешиваются, перемещаясь горизонтально на поверхности мембраны. Во-первых, таким образом было доказано, что мембрана подвижна. И во-вторых, было показано, что белки обладают горизонтальной подвижностью и способны перемещаться по мембране. Всегда ли это в нашем организме? Не всегда. Существуют поляризованные клетки. То есть клетки, которые имеют четко один конец, предназначенный для одной функции, второй поверхность, предназначенный для другой функции. Например, это клетки, выстилающие тонкий кишечник, где они имеют строгое функциональное предназначение. Их функция заключается в том, что они должны что-то, с одной стороны, пропустить из просвета кишечника, то есть обеспечить, чтобы проходили какие-то молекулы. А с другой стороны, не допустить транспорта излишних молекул в внутрь организма, то есть в кровь поступления ненужных молекул. И такие клетки имеют четкую поляризацию, четкое прикрепление, имеют строго фиксированные с помощью элементов цитоскелета белки на своих поверхностях, и они удерживаются только там. И никуда с этих мест они не сдвигаются. И есть определенные типы клеточных контактов, которые также практически неподвижны. Но, как правило, это не относится к элементам нервной системы. Чаще это все-таки другие системы нашего организма, где очень низкая подвижность белков в клеточной мембране. Несмотря на то, что мембрана, в принципе, устроена так же, как и везде. Но, тем не менее, функционально можно эту подвижность ограничить, когда нужно. И, наверное, то, на чем бы я, может быть, хотел бы сегодня даже немножко завершить, это важный функциональный элемент, о котором стали говорить относительно недавно. Это примерно конец 90-х годов или середина 90-х годов. Несмотря на то, что мембрана представляет собой такую текучую жидкость, о которой я вам говорил, мембрана имеет специализированные функциональные участки. Они характеризуются как определенным липидным составом, так зачастую и определенным белковым составом. И получили такие функциональные участки названием липидных плотиков или липидных рафтов. Ну, соответственно, рафты – это англоязычное название, рафт – это плот для того, чтобы по речке сплавляться, или лодка, на которой сплавляются по речке. Вот такие липидные рафты, функциональные участки существуют в мембране. Значит, вот на этом рисунке они показаны таким сиреневым, что ли, цветом, или фиолетовым, не знаю, как его правильно назвать. Значит, что это такое? Обратите внимание, вот у нас с вами мембрана. Она имеет некоторую порядочность. Здесь имеются фосфолипиды, встроены молекулы холестерина, которые придают структурированность в мембране. И если вы посмотрите на участок липидного рафта, то вы видите, что здесь молекул холестерина намного больше становится. И чем еще сильно обогащены эти участки, это молекулами сфингомиелина. То есть липидная мембрана меняет свой состав. Почему она меняет свой состав? Потому что такой состав позволяет ей удерживать относительную устойчивость. Наличие холестерина и сфингомиелина обеспечивает лучшее взаимодействие этого участка с белками. И второй момент, который важен, это наличие гликалипидов, то есть гликозилированных липидов, ганглиозидов, о которых я упоминал, которые обеспечивают заякоревание белков на этом участке функциональном. То есть если вам нужно, чтобы определенный процесс протекал в определенном участке мембраны, вам необходимо мембрану модифицировать таким образом, чтобы собрать здесь нужные ферменты, каналы, поры создать при необходимости, рецепторы, транспортеры, которые будут обеспечивать протекание определенного биохимического каскада в этом участке клетки. Кроме того, такая специфическая структура этого липидного рафта через промежуточные белки может быть прикреплена к элементам цитоскелета, то есть к актиновой коре, которая выстилает изнутри клеточную мембрану. И молекулы актина, как структурные, достаточно жесткие молекулы, собранные в такие цепочки, ансамбль такой клеток, обеспечивают прикрепление к ней функциональных белков на этом участке, закрепление за счет белок липидных взаимодействий определенного состава липидов. И вот в таком случае у вас будет правильно функционировать этот клеточный ансамбль. Кроме того, изнутри клетки, как правило, в этих участках к элементам рафта прикрепляются молекулы белка специального, которые получили название кавиолина. Кавиолин обеспечивает два процесса. Во-первых, кавиолин обеспечивает изменение конформации мембраны, то есть он может, благодаря своим свойствам, меняя свою конформацию, структуру, о которой мы говорили с вами, конформация – это вот некоторая форма, структура, она не жесткая, она может меняться в зависимости от разных молекулярных взаимодействий, от состава ионов, от молекул, которые взаимодействуют с этим белком. И благодаря этому происходит перераспределение зарядов, перераспределение взаимодействий слабых, которые удерживают боковые цепи, молекула меняет форму. За счет изменения этой формы, например, может происходить впячивание участка мембраны внутрь клетки. А если это происходит, дальше, чем ближе сдвигаются участки мембраны между собой, тем больше вероятность замыкания мицеллы, потому что липиды начинают взаимодействовать друг с другом, образуется пузырек, за счет этого может осуществляться процесс экзоцитоза. Точно так же это имеет важное значение для межклеточной сигнализации. Но в данном случае вы, наверное, как люди уже у нас… Я к студентам, прежде всего, обращаюсь, и к аспирантам более-менее грамотно, и про такую молекулу, как BDNF, наверное, слышали все. Это такой трофический фактор, который впервые был выделен из мозга, получил название Brain-Derived Neurotrophic Factor. Соответственно, коротко, BDNF по-английски, мы его чаще всего так называем – мозговой нейротрофический фактор. Мозговой нейротрофический фактор обладает огромным количеством свойств, свойств в том числе способен обеспечивать отрастание нейритов в определенном… индуцировать отрастание нейритов, независимо от того направления, в котором они будут расти. Но хитрость состоит в том, что это большая сигнальная молекула, которая в виде огромного белка синтезируется внутри клетки. Затем происходит ее процессинг, то есть протеазы расщепляют эту молекулу, образуются короткие пептиды. Короткие пептиды – те самые сигнальные, функциональные, которые уже являются сигналом для того, чтобы что-то изменилось в другой клетке. Клетка выделяет этот пептид, и он должен дальше провзаимодействовать со своими рецепторами. Рецепторы расположены на другой клетке. Но хитрость ростовых факторов, в частности, или точнее нейротрофических факторов, ну и многих ростовых тоже, заключается в том, что они не могут взаимодействовать с одним рецептором. Для того, чтобы он осуществил свою функцию, необходимо, чтобы он провзаимодействовал с несколькими рецепторами одновременно. Ну, в частности, например, BDNF, молекула BDNF, пептид, функциональная, должен провзаимодействовать сразу с двумя своими рецепторами, расположенными в одном участке мембраны. Одна молекула пептида должна взаимодействовать с двумя молекулами рецепторов. Как эти две молекулы рецепторов ему найти? А вот здесь и работает система липидных рафтов, которые позволяют удерживать функционально значимые рецепторы вместе на одном участке поверхности мембраны. Для того, чтобы тот сигнал, который сюда поступил, он взаимодействовал сразу с двумя рецепторами. Не искал где-то там чего-то, потому что если он взаимодействует с одним рецептором, сигнал не пройдет. И это, собственно, наша система, которая контролирует, ответит клетка на поступивший сигнал или не ответит на поступивший сигнал. Я молчу про то, что одновременно должен еще провзаимодействовать еще с одним рецептором, расположенным поблизости. Система липидных рафтов позволяет обеспечить рост конуса роста в клетке, из которого образуется нейрит, собственно, который дает начало нейриту, отростку клетки. И понятно, что в антогенезе это очень важно, и, соответственно, необходимо, чтобы вот эта система активно работала. Потому что если эта система не работает, то это приводит к существенным изменениям пластичности клеток, то есть способности клеток менять свое функциональное состояние и обеспечивать работу нашего мозга в целом, равно как и других систем клеток в организме. И в этом плане мне бы хотелось несколько слов сказать добрых о холестерине. Я уже говорил, что я об этом обязательно скажу, упомяну. Значит, поскольку мозг – это орган, крайне обогащенный холестерином. Здесь в мембранах клеток мозга содержится порядка 20-25% всего холестерина нашего организма, несмотря на то, что сам мозг составляет от 2 до 5% по массе. В среднем это порядка 15 миллиграмм на грамм массы мозга. То есть это очень много. Потому что второй орган, более-менее богатый холестерином, это надпочечники, где холестерин используется для синтеза стероидов. То есть прямо является нужным субстратом таким. Там содержится порядка 9 миллиграмм на грамм массы тела. И в легких, где холестерин обеспечивает жесткость клеточных мембран и поверхностных механизмов натяжения, там порядка 6 миллиграмм. То есть понимаете разницу? Почти в два раза больше, чем в другом, наиболее обогащенном органе нашего организма. То есть очень много. Второй момент важный относительно холестерина. Холестерин может захватываться клетками, в том числе и клетками нервной ткани, за счет процессов эндоцитоза через специальные рецепторы. Я вам уже упоминал, что липиды не имеют возможности транспортироваться в виде раствора по организму, они нерастворимы в воде. Соответственно, они переносятся в специальную систему липопротеинов. Липопротеины низкой плотности для того, чтобы попасть внутрь клетки и принести туда холестерин, должны провзаимодействовать обязательно с рецептором. Рецепторов таких у нас, по-моему, 4 или 5 разных типов. Вот они взаимодействуют с липопротеином, позволяют, опять же, на участках липидных рафтов, окруженных кавиолином, меняется состояние белков внутри рецептора, прежде всего, меняется конформация рецептора, меняется конформация кавиолина. Кавиолин начинает преобразовывать, образовывать впячивание на мембране, и вместе с рецептором захватывается липопротеин, захватывается молекула холестерина. Значит, только таким образом. Дальше, что очень важно, практически не проникают липопротеины низкой плотности через гематоэнцефалический барьер. Несмотря на то, что вот такое количество сосудов, вот как я вам написал здесь на слайде, у нас с вами в мозге, порядка 600 тысяч километров, гематоэнцефалический барьер не позволяет липопротеинам низкой плотности проникать через стенку сосудов и поступать в паренхему мозга, то есть клеткам непосредственно. Поэтому весь холестерин, который в мозге есть, это холестерин, который синтезируется самими клетками в эндоплазматическом ретикулуме и поступает в клетку и используется для ее нужд. Значит, в мозге холестерин входит в состав миелина и плазматической мембраны, вот примерно в таком соотношении. Что еще важно, что окисленные продукты холестерина, стеролы, являются нейротоксичными. И на сегодня известно, например, что накопление 27 гидроксихолестерола является характерной чертой нейродегенеративного процесса. Ну, описано было, показано было, где это четко совершенно работает, якобы работает, поскольку работ таких не очень много, хотя работ по токсичности стеролов много, и они постоянно идут. Значит, при болезни Альцгеймера, вот один из механизмов, который губит клетку, поскольку при болезни Альцгеймера развивается окислительный стресс, процессы окисления протекают очень активно, перекисленное окисление липидов протекает активно, модификация холестерина, соответственно, идет активно, образуются окисленные стеролы, которые токсичными для клеток не являются. Ну и внизу вот это вот самое, то, что в защиту холестерина, это то, что он активен на ранних этапах антогенеза, очень большое количество холестерина используется для создания липидных рафтов, очень много его, и на самом деле состав количества холестерина с возрастом не сильно меняется, но меняется количество фосфолипидов. Вот они как бы страдают, и за счет этого могут меняться процессы нейропластичности. Здесь чуть более подробно показано, что холестерин, уникальность холестерина, молекул холестерина заключается в том, что они одной своей частью молекулы могут взаимодействовать с белками, обеспечивая их фиксацию в определенном участке мембраны, а другим участком молекулы взаимодействовать непосредственно с фосфолипидами, входящими в состав клеточной мембраны. И это обеспечивает один из механизмов закрепления вот этого плотика, рафта. Поэтому рафт становится такой функциональной единицей, которая может работать и выполнять какие-то функциональные, обладать какими-то функциональными свойствами. Ну и последний, наверное, слайд. Сейчас я посмотрю. Наверное, последний. Мы вернемся к нему. Значит, это как раз касающийся возрастных изменений, возрастных свойств, которые происходят в мембране в нервной системе. И что здесь интересно, да, ну вот я вам уже говорил, да, вот эти липидные рафты, которые собираются и которые удерживают за счет взаимодействия холестерина, кавиолина, элементов цитоскелета, в данном случае это изображено здесь в виде вот этой полосы, которая называется постсинаптической плотностью. Мы об этом с вами поговорим чуть позже. На следующих лекциях я имею в виду не сегодня. И обеспечивают определенный рецепторный состав в синапсе, удерживают рецепторы в определенном положении, обеспечивая процесс нацельной синаптической пластичности, подкрепление этого всего трофической поддержкой, да, и, соответственно, приводит к изменению состояния различных протеинки на сигнальных каскадах, мы будем об этом говорить, я надеюсь, через некоторое время, накоплению циклического аденозиномонофосфата, в результате чего клетка может расти, делиться, выживать и так далее. С возрастом, когда происходит снижение количества фосфолипидов, кавиолина, разрушение рафтов, а это известно, да, что из литературы известно, из работ ученых известно, что число рафтов с возрастом меняется, уменьшается, и, соответственно, меняется рецепторный состав, синапсы не могут функционировать так эффективно, как они работали до этого, соответственно, это приводит к тем возрастным изменениям нейропластичности или, как принято считать, снижению возрастному пластичности, да, способности клеток быстро перестраиваться и подстраиваться под изменение контекста, да, усвоение новой какой-то информации, конечно, существует исключение, да, но тем не менее, даже при нормальном старении, при нормальном старении, не патологическом, не связанном с заболеваниями, эти процессы наблюдаются, поскольку затрудняется образование конусов роста, затрудняется, то есть клетки уже не могут эффективно давать отростки, эффективно нацеливать их, клетки хуже проводят информацию просто потому, что состав мембраны поменялся, и она уже не может так эффективно перестраиваться под нужды конкретного синапса или конкретных нервных клеток, передающих информацию друг другу, и таким образом ухудшается, собственно, то, что мы, ну, наверное, считаем единственным нашим отличительным свойством, таким способность разумно мыслить, воспринимать новую информацию, усваивать ее, приспосабливать под наши нужды и так далее. Ну, вот на этом я, наверное, сегодня хотел бы завершить, я думаю, что я и так загрузил вас всякими словами нехорошими, но мне кажется, это немножко полезно, во-первых, вы освежились, освежили в голове то, что изучали в институте, кто-то, может быть, узнал что-то новое, чего не знал, а дальше мы будем с вами продвигаться, и у нас уже будут знакомые слова, вы будете их узнавать, мы не будем возвращаться к повторению терминов и так далее. Все, большое спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Да, если есть вопросы, то задавайте, можно голосом, можно чатом. Вот Игорь Вячеславович Бондарьков отлично загрузил, Михаил Ильич. А вот у нас вопрос у Александра Тимантовича. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня такой более уточняющий вопрос. Вы сказали, что белки мембранные делятся на периферические интегральные. Еще я помню с университета, что есть еще полуинтегральные. Это как-то классификация изменилась или они также существуют? Ну, это вообще условная классификация, которую мы сами придумали для того, чтобы просто представлять себе местоположение. Полуинтегральные белки – это белки, которые частью своей аминокислотной цепи входят в состав мембраны. Что значит входят? Это значит, что они проникают через нее и каким-то образом там заякореваются. Главная функция вот этой части, которая включается в состав мембраны, зачастую единственная – это закрепить белок в этой части, если нужно, чтобы он функционировал именно здесь. Потому что любую ганглиозидную связь, ее довольно легко разрушить. Поэтому, собственно, для того, чтобы сделать более жесткую цепь, передающую сигнал, участвующую в сигнальной продукции или проведение какой-то части, осуществление какого-то процесса, лучше, наверное, закрепить почтение. Собственно, поэтому они полуинтегральные. Полуинтегральные, не включенные, не проходящие, не образующие трансмембранного данного. Все. Такую функциональную классификацию. Хорошо, спасибо. Да, вот еще вопрос Анастасия Никудова. Да, здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. У меня, наверное, такой общий вопрос, общего характера. Можете назвать какие-нибудь научные тренды, которые вот сейчас есть в изучении мембран, ну, в контексте работы мозга, наверное? Ну, так, чтобы, не знаю, сориентироваться. Значит, если конкретно по изучению мембран с точки зрения состава и функции, то из последних трендов, которые разрабатывались, это вот было то, что связано с рафтами, потому что как отдельные единицы их стали изучать, но относительно недавно, поскольку появились методы, которые позволяют выделить, собственно, сам функциональный рафт и посмотреть его состав, и посмотреть, что из чего он состоит. Вот в этом направлении. С точки зрения именно вот мембранологии, ну, я не знаю, вечный тренд остается связанный с процессами окислительного стресса, потому что как окислительный стресс модифицирует мембрану, несмотря на то, что много про это говорится, в общем-то, на самом деле остается до конца непонятным. Во-первых, потому что, ну, как выяснилось, если раньше считалось, что, например, процесс старения ассоциирован исключительно с увеличением содержания холестерина в мембранах, да, и говорили, там, больше холестерина, мембраны жестче, синаптическая трансмиссия хуже, то на сегодня становится понятным, что, в общем-то, абсолютное количество того же холестерина с возрастом не меняется. Меняется состав фосфолипидов. Почему он так меняется? Как его изменить, чтобы сделать его более функциональным и восстановить эту функцию? Ну, наверное, нужно каким-то образом препятствовать процессам, которые способствуют его нарушению. Нарушению в каком смысле? Например, окислению ненасыщенных жирных кислот. Вот они окисляются легко и, соответственно, выходят из состояния очень быстро. Значит, единственная проблема в этом ключе, что антиоксидантами всерьез пока никого не уличили. И, в общем-то, никого не спасли. По большому счету. Если это только не сильные какие-то отравления мощные и так далее. Ну, вот то, что касается именно рафтов. Это, пожалуй, вот такое серьезное направление, интересное. Потому что оно позволяет перейти к функции непосредственно. Спасибо большое. Вопрос у Анны Канцровой. Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, липопротеины высокой плотности тоже не проникают через гемотоэнцефалический барьер? Вот про липопротеины высокой плотности я однозначно информации не нашел. Вот про низкой плотности это известно. А про ЛПВП как-то не увидел. Надо посмотреть. Честно. Ну, вообще считается, что весь потребленный холестерин, он в мозг не проникает, да, никаким образом? Вот считаю, более того, я вам скажу, что всего из того холестерина, который вы потребляете с пищей, он составляет примерно 20% от того, что находится в организме. Это максимум. Поэтому вот когда говорят про то, что вы слишком много, ну, наверное, если вас посадить на абсолютную холестериновую диету, как делают, например, с кроликами, да, когда у них индуцируют атеросклероз, наверное, это ни к чему хорошему не приведет. Но они для этого едят прямо холестерин, корм, обогащенный холестерином. Если вы нормально питаетесь, вы не получаете из пищи избыточного количества холестерина. Весь холестерин, который вы производите, производится вашими собственными клетками, в основном в печени. Все, в чем нуждается ваш организм. Поэтому вот говорить всерьез там о том, что холестерин куда-то чего-то проникает, где-то чего-то делает, он ничего не делает. А вот если, например... Это очень удобно продавать, да. Я вам... Собственно, на самом деле все атеросклерозы и все, что с этим связано, это нарушение метаболических процессов, собственно, в организме. Не поступление холестерина, не его выведение, в первую очередь. Это именно нарушение метаболических процессов. И ярчайшим примером здесь, таким непозитивно окрашенным примером, являются узники концлагерей, которые... Уж холестерина они не потребляли практически совсем. Но мозг, все сосуды мозга были в атеросклеротических бляшках. Это известный факт, как бы установленный. И вот несмотря на то, что люди объединены по рациону, то, что это к вопросу о голодании, вы, если даже не получаете этого с пищей, но если это приводит к абсолютному нарушению метаболизма, а там именно нарушение метаболизма в первую очередь достигалось, то у вас может быть все, и атеросклероз, и все, что хотите. И холестерин будет везде, и... Это как бы моя позиция как ученого, как физиолога. Наверное, не надо есть ежедневно по 20 яиц. Но, в принципе, если вы съедаете одно, ничего в этом страшного нет. Хорошо, спасибо. Еще у меня второй вопрос. Нейрогенез, например, в гиппокампе, в обонятельной луковице, там тоже холестерин не извне поступает, а материнскими клетками? Значит, весь холестерин в мозге синтезируется нейронами и глиальными клетками. Даже если он поступает из соседних клеток, он все равно синтезируется. Это продукт работы клеток. Это не холестерин, который пролез через кровеносные сосуды, если при этом не нарушен гематоэнцефалический барьер. Хорошо, спасибо. Вот еще один вопрос. Александр Ледовский. Да, пожалуйста. Добрый день. Большое спасибо за лекцию. Я хотел спросить, какие инженерные способы, методы используются для изучения мембраны? Таким образом определяется состав. Допустим, еще про всю клетку как-то можно понять, что это делается. Как, допустим, определяется состав липидного рафта? Накопление материала, хроматографии, массоспектрометрии. Технически. Понятно, спасибо. Ну, состав одного рафта вы, наверное, все-таки не определите, скорее всего. Как и для других методов требуется определенное количество материала. Вы меньше разрешающей способности метода не можете использовать просто. Все равно вы должны набрать какое-то количество липидов или какое-то количество комплексов, липидно-белковых комплексов, которые вы можете использовать потом для анализа. То есть один рафт вы не разглядите и не рассмотрите. Слишком мало. Понятно. Просто было интересно, что, ну, по сути, рафты, если я правильно понимаю, очень небольшая область. Но их много, понимаете? Он маленький, но их много. Потому что вся мембрана, ну, вот исходная вот эта модель, которая предполагала, что это липидный бесслой, и вот он сам как-то перемещается, перетекает сам в себя, да, друг относительно друга движется. Она оказалась, ну, чем дальше изучали, тем больше оказывалось, что это не совсем так. Что есть, что это, в общем, тоже довольно структурированное по доменам участки. Потому что иначе вы не можете обеспечить ни клеточные контакты, ни передачу информации. Обязательно у вас все равно эти мембраны каким-то образом структурированы. Равно как и весь цитозоль. Понятно. Большое спасибо. Не за что. Вам спасибо, что слушали. И даже вопросы задала. Коллеги, в зале у вас могут быть какие-то вопросы? Ну, хорошо, тогда мы, в принципе, на этом заканчиваем. Спасибо вам большое. Я так понимаю, надо, если писать учебник, назвать его от молекулы к сознанию уже, а не к нейрону сознания. Ну, можно и от молекулы называть, потому что… Ну, потому что нейрон – это огромная фабрика. Хорошо. Спасибо большое, коллеги. Следующая лекция опять Михаил Юрьевич Степанович. Скорее всего, следующий вторник, 10 утра. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Даня, всем спасибо. Спасибо.